идущий на профит приветствую тебя привет друзья дамы господа рад вас всех видеть лайки подписочки колокольчики нажимаем 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 начинаем сегодня 8 января давайте смотреть что у нас по битку ну в общем и в целом волатильность упала аж на сколько на 0 25 процентов внутри выходных но это конечно бомба такого даже в 18 году я не припомню в общем торгуем то что есть интересные зоны какие у нас но если вот прямо от боковика которая здесь от объемов я бы даже брал от нижних немножко объемов но двадцатки в районе 17 600 вот тем же те же там же и лимитки так скажем такие которые набинаются наливаются обычно они кончаются на 17 300 и как правило мы проезжаем еще немножко вот поэтому тут и ликвиды 17 480 очень умно как бы об ликвиды заливать свои лимитки на биржах тут есть куда падать пара чего всего 56 процентов на тезере и ставки финансированы на битме как бы они очень холодные их нам прогревать пробивать хорошим шагом вверх я не лангую единственное что жду нормальный шорт уже недели две дождусь хорошо не дождусь да и фиг с ним как ты так уже продолжаем мы этот медвежий рынок наблюдать крайне тяжелые по волатильности но тем не менее никуда не деться быстренько прощая комментарии перед вчерашним видео и погнали очень интересная и анализ не с первого раза понял прикол про график что смотреть видео заново подозреваешь автор сделал специально что чаще пересматриваю ролики не помню про перевернутый график да нет для того чтобы еще раз не замыливался глаз потому что если в тех анализе считаю что все движения одинаково что вверх что вниз факталы то чтобы вас не замыливался надо смотреть в обе стороны так благодарю за прогноз всех желают благополучия знаю что все по крепче нужно изучать самому но скажите пожалуйста где стоит закупиться битком усреднять мне нечего вложение было максимум на 500 долларов биток по 16 450 так а вопрос в чем в чем страти ну вы понимаете на эти вопросы нет ответов ни у кого где усредняться как усредняться вот есть мой капитал мои деньги которым я могу рискнуть я за них отвечаю как там у кого чего я не могу сказать совет дать примете ваша страта может там смотря сколько вы на рынке какой агрессивный портфель ваши точки входа если вот 16 450 депозит 500 долларов но я не знаю о чем говорить в том плане что сколько еще будет вливаться в спот будет ли это хеджироваться будет ли это еще какие-то покупки или это весь депозит который ты хочешь на это положить я не понимаю если честно и такие советы раздавать конечно потом опять же челики которые пишут ничего там когда покупать bitcoin через несколько месяцев пишут ничего стоит ли усредниться или стоит ли продать или убыток депозит уже минус 40 процентов то есть тут стратегии дело то то есть если вы готовы там покупать на долгосрок можно хоть было и по 40 покупать я уверен что такие люди есть кто пересиживается а там тысяч я понял что для меня это как бы неприемлемо так объясни усилов такой перевес шортах лангов нет совсем ну понимаешь на чем они заработают должны ли кого-то ликвидить какой механизм там механизм очень сложный особенно бежимые вот управляющие лангов 5 700 шартов 900 300 но у нас есть еще фонд бита 1800 4600 которые резервируют среди этих контракт и также есть еще фонд бите которые резервируют внутри контракт внутри вот этой строчки себе скорее всего контракты на шорт точному почитать я лично уже не могу наверное месяца два там какой-то спред образуется минусовой я не понимаю если честно как это считать но суть том что если есть ланги есть и тот кто продает до всегда есть покупатель и продавец если покупателей не хватает их заманивают фондированием если честно я не знаю как это на cmae бирже этот это работает потому что тут не написано ставка финансирования на биржах обычных классических крипто биржах работает вот такая ставка финансирования то есть например посылание доплачивают на битме тем кто лангует 0,270 процента сотых ну короче 0,2 сутки 2 сотых вот как эта механика на бирже cmae происходит если честно я не знаю там возможно тоже есть ставки финансирования либо фондирование либо процент честно не знаю там же немножко по-другому механизм в отличие от крипто бишь но суть в том что если например я смотрю по эфириуму стоят в шортах 653 где-то же стоят в лангах например leverage founds тут 3000 против 2400 то есть 500 контрактов стоят в противовес ну то есть одни заполняют другими есть управляющие которые зарабатывают на управление капиталом то есть цена двигается они зарабатывают почитать можешь там как играют и не зарегистрированные игроки но не то что не зарегистрированные не подлежат отчетности лаверш фаунт это хедж фонды ну и дилеры насколько я знаю лаверш фонды на тип капот есть у микро стратегии битки да она по сути стоит ими в лонг она понимает что мы ее моего но медвежий рынок начался селлер идет на бежу цены ну да я просто условно объясняю это не так и лаверш фаунт то есть через плечо хеджет свои основные активы ну короче как так там эту механику можно посчитать изучить углубить так спасибо за обзор как всегда посмотри пожалуйста монету бит хороший шорт намечается ну блин опять же вот на салоне памп все спрашивают по салону на бите памп все начинают спрашивают что там по биту что думаю я дофиг знает тест скорее всего надо будет ждать но возможно что то какая-то фигур будет вырисовываться такая вот какой то здесь держим с выходом вниз и ну тут тест наверняка будет поэтому вот сейчас брать я бит кстати бит интересно монета в том плане что если не утонет в море дерьма это байбит можно будет на какой-то части взять бита так спасибо за обзор good morning people и токен бит факт и мунт сын к словам все лайки подписчики колокольчики надо пребудет с вами прибыли полезно ссылочки описание и пока пока